Темам уже завтра в 8 часов 41 минуту в Ярославской области перестанет существовать аналоговое телевидение. Готовы ли жители региона к переходу на цифру? На этой неделе в правительстве области прошла видеоконференция, на которой главы муниципальных районов отчитались о проделанной работе. Итог докладов. Готовность стопроцентная. В управляющей компании разосланы разъяснительные письма. К работе привлечены десятки волонтеров, а все почтовые отделения поступили в продажу цифровые приставки. Работает бесплатная горячая линия 8 800 220 20 02. Хотела бы отдельно отметить, что мы проводим огромную работу против мошеннических действий на территории региона. Мы подключили к этой работе УВД по Ярославской области и участковые. У нас с сегодняшнего дня будут ходить с листовками по домам и разъяснять, скажем так, со своей стороны, чтобы, не дай бог, жители не нарвались на мошеннические действия. Между тем, на этой неделе в нашу редакцию поступило много звонков. Люди просили разъяснить, как не остаться без телесигнала. Ответ в сюжете Никиты Мордовина. Буквально несколько дней остается до конца эры аналогового телевидения. Уже в понедельник ему на смену придет цифровое. Ярославская область – один из пилотных регионов. Спрос пока что не увеличивается на приставке, так как еще не все осознали, что будет произойден переход на цифровое вещание. Но когда спрос возрастет, продавцы могут взвинтить цены. Чтобы этого не произошло, стоимость приставок постоянно отслеживают сотрудники антимонопольной службы Ярославской области. Слово «цены на цифровые приемники» у нас одни из самых демократичных по стране. В Ульяновской области, например, дешевые считаются приставки от 2 до 4 тысяч. В нашем регионе цена в два раза ниже. Конечно, приставки отличаются по цене, функционалу и размеру. Но все-таки главная задача одна – это принимать цифровой телевизионный сигнал. Как говорят специалисты, подключить вот такой аппарат к телевизору не так уж и сложно. Потребуется провод, он идет в комплекте с цифровой приставкой. Все по цветам – желтый, белый, красный. И вот сюда подсоединяется антенна. На прием сигнала влияет то, насколько далеко она расположена от ближайшей вышки. Если 5 километров и ближе, то телевизору достаточно комнатной антенны. Если ваш телевизор от телебашни на расстоянии до 20 километров, поймать сигнал поможет антенна помощнее, уже наружная. Но если телевизор дальше 20 километров от вышки, то вам не обойтись без уличной антенны с усилителем. И в правительстве заверяют – Ярославская область на 100% готова к переходу на цифру. Кстати, купить приставку для перехода на цифру можно не только в магазинах электроники, но и в отделении почтовой связи. Их в регионе 428. В Гаврилов-Ямске обратилась Нина Галюзина. Она живет в соседнем селе, и покупка приставки – целое событие. Поэтому к выбору подходить нужно основательно, считает пенсионерка. Но в современной технике она не разбирается. На помощь ей пришли волонтеры. Вместе с пенсионеркой они выбрали модель. Помогли ребята и в установке. Такое вдохновение, такая радость вроде настала. Теперь будем с цифровым, как говорится. 20 каналов у нас появилось. Раньше было 4, а сейчас 20 будем смотреть. К слову, оставить заявку, чтобы и вам помогли настроить оборудование, можно по номеру 8 800 220 2002. И помните, что любая помощь волонтеров бесплатная. Они не продают приставки и работают только в сопровождении работников соцслужб или представителей администрации. В правительстве Ярославской области в нормативно-правовых актах предусмотрена поддержка малым имущим и малообеспеченным семьям в размере 1 и 2 от размера прожиточного минимума. На эту меру поддержки каждая семья может заявиться и получить ее в ближайшее время. Подробности можно узнать в Департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области. А мы напоминаем, что для перехода на цифру не всегда нужна приставка. Пользователи спутникового и кабельного телевидения уже принимают цифровой сигнал. Владельцам новых телевизоров потребуется лишь перенастройка. Но лишь в том случае, если рядом с логотипом телеканала у вас есть буква А. Если ее нет, значит вы уже живете в новой эре цифрового телевидения. Кстати, в субботу в полдень в Ярославле прошел флешмоб, посвященный первой волне отключения аналогового телевещания. На Советской площади волонтеры создали живые картины, которые символизируют наступление в стране новой телевизионной эры. И это еще не все, о чем мы расскажем вам в выпуске. Смотрите после рекламы. Разрушенные сырые потолки, прогнившая канализация, падающие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова